Вот эту мысль я буквально вчера объяснял своей дочери. Опять же, продолжая ту же тему, в дороге, опять в очередной ситуации, я не выразился про поведение человека, не высказал свое мнение, точнее, про поведение человека. А вместо этого, ну, по моим, конечно, жестам и очень выразительным взглядам, она же тоже все понимает, прекрасно ее видит. А потом я говорю, ты знаешь, дочери, в принципе, когда я кого-то называю там идиотом или козлом, то получается, что автоматически в этот момент я ставлю себя выше, чем он. Ну, то есть, получается, если он козел, то я хороший вот так вот, а если он идиот, то я умный. Это автоматом. И это фактически, говорю ей, играет только на руку моему эго. И это, конечно же, говорю, неправильная позиция. Ну, то есть, я пытался, с одной стороны, я в ее присутствии иногда веду себя неправильно, да, во время движения. С другой стороны, я попытался каким-то образом это скомпенсировать, объясняя ей, что так вести себя не надо. То есть, это неправильное поведение. Кто из нас имеет право считать людей там плохими, допустим, да? Тем более, если мы кого-то считаем плохим, то это автоматически дает нам право на уничтожение зла. А люди, которые считали себя правыми и считали, что у них есть права на уничтожение зла, натворили самые большие беды на этой земле. Они огромные и крупномасштабные. Если люди не похожи на нас и не такие, как мы, это не означает автоматически, что они плохие. Потому что вот это сам критерий или сама норма плохой и хорошей, кто ее устанавливает? Правильно? Потому что точно так же, как мы кого-то считаем плохим, с таким же успехом он, из-за того, что мы сильно не похожи на него, может тоже нас считать плохими. Однозначно. И такая ситуация у меня была, опять же, на дороге. Я недавно кому-то рассказывал. Въехали, ну реально, человек подрезал, поменял, значит, ряд, резко выскочил, все, пришлось тормозить. Там почти аварийная ситуация, но у меня невольно вырвалось, хотя я стараюсь сдерживаться при ребенке. Там, козел, там. Ну, она чуть-чуть подождала, а потом мне говорит, папа, ты знаешь, ведь он про нас может думать то же самое. Писайте, ей 10 лет, да, она уже понимает, что когда ты говоришь про кого-то, что тот козел, это не вовсе не означает, что ты прав реально, потому что тот точно так же может думать про тебя. Кто дал тебе право устанавливать нормы, хорошего или плохого. Если человек очень сильно от тебя отличается, это еще не говорит о том, что ты хороший или плохой. И это для нас достаточно важная мысль и глубокая. Почему? Потому что нам, по роду нашей деятельности, мы будем общаться с большим количеством очень разных людей. И понимание того, что люди разные и имеют право на это различие, оно во многом поможет. Потому что если мы всех захотим затесать одним рубанком, да, и под одну гребенку всех зачесать, то у нас ничего не получится однозначно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью. Субтитры сделал DimaTorzok